Добрый день, дорогие мои друзья, мои подписчики, те, кто просто заглянул на мой канал. Вот буквально прошло два дня, и я опять снимаю видео. У меня сегодня прекрасное настроение, потому что я получила вот такой волшебный сундучок в подарок. Я вышила просто шляпку, обшила ее тканями и камнями одной милой даме. Просто в подарок. Она одинокая женщина, и я решила ее как-то подбодрить. И я и расшила, сделала вот такой подарок. И буквально вчера я отнесла эту шляпку ей, и она, что вы думаете, знамое пристрастие, она подарила мне вот такой сундучок. Сам сундучок-то просто чудесный. Но она такая романтичная у меня. Она сказала, что, Полина, вы должны открыть его дома, в спокойной обстановке, налить ей чашечку кофе. Ну, что я так и сделала. Ну, и когда я его открыла, я, конечно, вот, знаете, настроение прям быстрее бы передать вам тоже эту красоту. Ну, и внимание. Вот. Посмотрите. Посмотрите. Ну, о чем, наверное, прям подряд. Каждую брошечку я буду показывать. Ну, вот эта брошь, она, конечно, подлежит реставрации. Я так думаю, что просто камни были заменены. Извините. Заменены. Вот. Потому что они так хаотично все расставлены. Я думаю, что действительно они были заменены. Хотя брошечка очень старенькая. Это медь. Производитель я не могу ничего сказать. Если их кто-то знает, пишите. И отдельно я хочу сказать спасибо Насте Леонтьеву. Это участница. Ой, в смысле, моя подписчица. Она меня очень поддерживает. И дает очень дельные советы. Спасибо, Настенька, огромное. Дальше брошечка тоже, которая подлежит реставрации. Отсутствуют два камня. Ну, Аврора Бориалис я всегда любуюсь, люблю. Я ее, конечно, отреставрирую. И она приобретет у меня вторую жизнь. Состояние хорошее. Вот сейчас я вам покажу. Посмотрите, как она выглядит. Задняя стеночка у нее. Непотертости. Вот. Надо подобрать два кристалла. И у меня есть такое колье вот с Авророй Бориалис. Она очень хорошо подойдет к этой броши. Я думаю, что будет пара. Затем вот такая красавица. Стекло. Вот неоновый отблеск у него этого стекла. Вот. Очень красивая брошь. Есть, конечно, небольшие потери. Вот здесь были камушки. Вот на этих цветочках они есть. Но на двух всего я их вижу. Вот нужно тоже их... Что-то у меня сегодня с голосом. Их немножко восстановить. Ну и сзади. Ну, я думаю, что это Чехословакия. Вот. Вот такая брошь. Тоже красивая. Дальше у нас идет старенькая брошь. Но она, к сожалению... Я уже подобрала сюда замочек. Вчера нашла от советской броши. Вот. Посмотрите. Старая, старенькая очень брошь. Очень красивый дизайн. Кстати, она, ну, редкая. Я мало встречала вот таких брошей. Ну, вот мне досталось, к сожалению, с потерями. Ну, я восстановлю. Такая красавица. Затем брошь с голубым кристаллом. Ну, в состоянии, как брошь, которая пришла к нам из 70-х годов. Потертая. Посеребрение стерта местами. Ну. Она красивая. Я очень люблю голубой цвет. Голубой, зеленый. Это мои любимые цвета. Поэтому у меня много одежды таким цветом. Вот такая брошь. Брошь прям яркая, красивая. Без потерь. Ну, единственное, что мне нужно вот выгнуть немножко. Видите, вот эти вот, которые, как их назвать, так, кристаллики, которые на подножечках, они немножко загнулись. И мне нужно припаиваться. А здесь, наверное, вообще отсутствует. А так брошь в очень хорошем состоянии. Трехъярусная. Вот. Такая прелесть. Затем вот такой кулон. Кулон медный. Видите, красивый... Простите. Вот такой красивый камень. Кристалл, вернее. Не маркированные броши. Но они такие старенькие. То, что они хранились у этой дамы. Ой, еще такой замечательный сундучок. Я, конечно, очень порадовалась вчера. Вот такая брошь. Такой цвет зеленки. Кристалл огромный. Вот это, я думаю, что Германия. Здесь заменен был камушек один. Вернее, ну, кристалл на зеленый цвет. И в конце меня ожидал, конечно, сюрприз. Посмотрите. Вот такая огромная просто старенькая брошь. На двух зажимах. Натуральный янтарь. Я не проверяла, серебро это или нет. Вчера была просто в эйфории. Мне просто... Ну, и пришла поздно домой. Я не успела проверить. Возможно, мельхиор или серебро. Ну, похоже, по крайней мере, на серебро. Но нету нигде клейма, что это серебро. Ну, возможно, и не ставили в то время на какие-то изделия, может быть, авторской работы. Ну, я проверю. Но даже если это мельхиор, брошь совершенно замечательная. И я не встречала, по крайней мере, таких. Она меня, конечно, порадовала. Очень красивая. Вот. Ну, а теперь я хочу рассказать вам немножко о камнях. Я купила вот такие бусы. А это камень Кахалонг. Как я вот залезла в интернет, прочитала о нем. И я, конечно, была удивлена, что насколько вот этот камень, он, его полезно очень носить людям, кто хочет избавиться от шлаков. Ну, по крайней мере, такие вот поверья. И литотерапевты, они все время приписывали этот камень людям, которые хотели вот почистить себя, почистить желудочно-кишечный тракт. А в Средней Азии даже у нас считалось, что, ну, если некоторое время долго смотреть на Кахалонг, то это способствует скорейшему выздоровлению от любой болезни. А у мужчин еще вот этот камушек повышает потенцию. Вот. Вот такой замечательный прям камень, который прям практически от всех болезней. Ну, это, по крайней мере, поверье, да. Ну, а самовнушение сила большую силу имеет. Поэтому, вот так, возьмите на заметочку, если вдруг, то я думаю, что, может быть, кому-то и пригодится. А потом я вам покажу камушек. Я его как-то показывала в одном из видео, но эти бусы мне настолько очень нравятся. Здесь очень красивая яшма. Яшма, прям вот камень. Обратите внимание, какой рисунок. Причем, вы знаете, яшма, она считается камнем, который, ну, в смысле, как сказать, то есть камень, который во стальке, как вот цвет радуги, он имеет такую палитру цвета, да. И самая, конечно, редкая яшма, это синие, синие с голубым разновидности. Но вот эта яшма, которая у меня, она тоже, ну, не часто встречается. Тем более, вот эти вот камни очень большие. Они по 3 сантиметра. Посмотрите, какой рисунок. И что хочу сказать, что все камни яшмы, они оберегающие. Вот как оберег носить яшму, это очень хорошо. Она защищает, ну, от смерти, от колдовства. То есть, как амулет, как оберег. А красная яшма еще и от аварий. Вот такое даже прочитала. Вот. Если у вас есть, конечно, зеленая яшма, то при тяжелой болезни, ну, как идет такое поверье, что она очень хорошо помогает. Вот. Вот такой замечательный камушек. Ну, вот сегодня, я думаю, я передала вам свое настроение. Оно просто замечательное. У нас на улице прекрасная погода. Желаю вам всем удачи, здравия. И я думаю, что я скоро опять выйду, ну, не в эфир, опять отсниму видео, потому что мне идет очень хорошая посылочка. И там будут замечательные брошки. Я представлю вам к вашему вниманию. Все на этом. Пока-пока.